Друзья, хорошего настроения Сегодняшнее видео будет о неразвучниках У меня есть три неразвучка, которые я приобрел недавно Ну уже как 40 дней прошло, как я этих неразвучков приобрел Просто я держал их отдельно, так сказать, в карантине Ну дома, в квартире держал Вот по истечению 40 дней неразвучки показали себя нормально Помет нормальный, глаза яркие, состояние бодрое, аппетит хороший Я думаю, что можно пускать их в основную стаю Итак, сейчас я вот приехал сюда, где находится у меня основной вольер, где все попугаи мои живут Сейчас я вам продемонстрирую неразвучников И пустим их в общую стаю Спешу выпустить их в общую стаю, пока стая еще не сформировалась Там особо еще они как бы новенькие, только они тут две недели сидят Просто если, имейте ввиду, если у вас будут новенькие неразвучники И вы будете их подпускать в общую стаю, где уже у вас сформировавшаяся стая То эта стая может забить этих молодых неразвучников Вот это не забывайте на будущее Сейчас я вам продемонстрирую, ну скажем так, мое новое приобретение И отправимся в вольеры, покажу вам кое-какие изменения, новости, ну и так далее Благодарю за просмотр Вот, друзья мои, вот такие неразвучники Это вот я их держал дома, в квартире Сейчас привез в частный дом, тут у меня вольеры Выпустим Значит, на мой взгляд Эта рассветка неразвучников является редкая Потому как Извиняюсь, уронил телефон Потому как Вот даже на рынке, на выставках, в магазинах Именно этой рассветки Никогда не встречается особо так Всегда там фишера, масковые, бананы Желтые, зеленые, розовые щеки А вот этих вы редко когда встретите Они вот сейчас молодые, когда выленяют Вот эти вот два, они как Фисташкового цвета, что ли, как сказать И у них мордочки будут ярко-ярко-оранжевые Очень красиво смотрятся, когда взрослые, когда наберут свет Ну, а сейчас я их выпущу в общий вольер Сейчас у нас ноябрь, зима Почти скоро В общем, сейчас у нас конец осени И вот в вольере они просидят зиму Первый месяц весны, март И думаю, где-то в апреле будут ставить домики Ну и продемонстрирую, как они изменили свой цвет Также отловлю их отдельно Или там, если получится Увидите, какая у них красивая рассветка Ну, вообще, я считаю Мое мнение, лично мое мнение То, что некрасивых попугаев не бывает Просто есть у каждого разные вкусы И у каждого разные цвета Отправляемся в вольер В общий Уважаемые друзья Перед тем, как зайти в вольер Я засниму их вам еще Просто я переживаю очень Вдруг моя стая Полбивает их завтра Так что запомним их вот здесь Молодыми красивыми Ну, это, конечно, шутка Надеюсь, все будет нормально Но никто от этого не застрахован Потому что это троица Они новенькие И как их примет стая Неизвестно Вот такие вот они Шустрые ребята Кстати говоря Я их прощупывал Вот там, где у них Косточки В общем, на мой взгляд Это самочки Все три Ну, будут лишние Тогда потом Подберу самцов Сейчас в стаю выпущу Там пусть определяется Самец-самка Кому-кого По парам Итак, вот мы с вами Находимся В основном вольере Где живут неразвучники Ранее в видео Я показывал Здесь была пара Масковых неразвучников Одного маскового неразвучника Эта стайка Забила Заклевала Но я подразумеваю Все-таки это произошло Потому что Масковые И фишера Это отдельно Как бы подвид Попугаев У них вокруг глаз Белые очки Они поруются между собой Ихние птенцы Способны давать потомство А вот Семейство розовощеких Это уже семейство розовощеких Они между собой Тоже плодятся хорошо И ихние В смысле Поруются хорошо между собой И ихние потомства Тоже могут давать потомство Так вот Эти мои сегодняшние новинки Они тоже относятся К этому подвиду Или виду Вот видите У них тоже вокруг глаз нету То есть это все семейство розовощеких Ну я так думаю Вот я их выпускаю В общую стаю И будем сейчас наблюдать Также хотелось отметить В плане питания Вот допустим Сегодня мои птицы будут кушать Я заодно им притащил Вот это ветки лучей Лучей А луча Или как называется Луча Бывает красная Бывает желтая Вот видите Ветки лучей Потом удалось найти Одну ветку черешни Ветка черешни Прям с листьями Видите Даже мороженый побел Подальше кинем Чтобы в воду не попало И также Несколько веток Узнаете Это яблони Тоже с листиками Возможно листики уже попугай не будет кушать Они сухие Неинтересные А вот эти веточки Они вполне еще сочные В общем я думаю Раз вычки разберутся Что тут им вкусно Что не вкусно Полежат два дня Они объедят А потом Остатки уберем Друзья Я вот делаю Допустим Не даю Сегодня Один сорт дерева Допустим Луча Или береза Или липа А даю Стараюсь Вернее Стараюсь давать Не всегда получается Но стараюсь давать Несколько Видов веток То есть Вишня Черешня Груша Луча Вот сегодня Черешня Яблоня И эйча Чтобы птица Выбирала Как по природе Потому что В природе Замечено Летят они Стаей Садятся на одно дерево К примеру На яблоню Где-то они съедают Все яблоко Где-то надкусили Где-то пол яблока Съели То есть Чем-то они Аргументируют Свой выбор Вот поэтому Старайтесь сделать Разнообразие Ну что друзья Открываем Клеточку И отправляем В добрый путь Как говорится С Богом С Богом Ребята Раз Два Ну-ка Три Вот они Полетели Обратите внимание Сразу подлетел Разовощелки Видите Начал крыльями хлопать Этот внизу А этот А этот Где А этот Вот он Напал Вот он Сидит Сейчас Мол Шук Ну-ка Растерян Не знает Куда лететь Слышите Как сразу Чирикали Громко Сейчас Дадут Они Стрикачать А может Нормально Осмотрятся Помирятся Вот видите Один вниз Упал Что-то Взлететь Не может Или боится Что с ним От страху Ноги Подкосились Ну-ка Вот видите Один Высоко Взлетел Второй Пониже Вот сидит А у третьего Что-то Душа Упала В пятки Наверное Ну Ничего Карабкается Мы посмотрим Думаю Что будет Нормально Так Ну в общем Такие Здесь Вот Изменения Сегодня Прибыли Новенькие Так А по поводу Маскового Который Синий Здесь Жил Сейчас Я вам Продемонстрирую У него Новая Селья Новый Вольер Новое Окружение Сейчас Отправим Туда Здесь Располагается Стайка Неразвучников Которая Создает Из Два Значит Здесь Масковых Сейчас Открою Чтобы Сетка Мешает Вот Два Масковых Верху Сидят Сперва Идет Масковый Синий Потом Масковый Зеленый Но Осветленный За ним Потом Фишер С апельсиновой Головой Потом Вот Это Белоголубой Что Улетел Пролетел Прилетел Назад Это Тоже Семейство Фишеров И Вот Пятый Шестой Тоже Фишера Тоже Щупал Пальцем Вроде Сам Косомец Все У меня Тут Поровну Какие Непослушные Прямо На камеру Красиво Сидят А вот Этот Который С апельсиновой Головой Искупался Видите У него Грудь Мокрая В общем В таком Небольшом Вольерчике Думаю Три парня Разлучников Как бы В тестовом Режиме Проверить Можно Кто Сядет Кто Споруется Кто Споруется И сядет На гнезда Того Можно Будет На яйца Вернее Сядет Того Оставим А лишних Уберем Вот Тут У них Будет Право Выбора Тут У них Есть Где Полетать Примерно Жордочки До Жордочки Ну Где-то Метр Наверное Может Чуть Меньше Также У них Вот Видите Ветки Там Минеральный Камень Внизу Лежит Здесь Две Открывашки Закрывашки Тоже Самодельно Видите Можно Отсюда Вот Таким Образом Менять Воду Вот Здесь Вода Стоит И Вот Тут Зерно Тут Сегодня У них Просто Сухая Смесь И Ветки В принципе Это Достаточно Один День Покушать Вот Видно Вон Товарищи В дальнейшем В дальнейшем Планирую Здесь Повесить Гнезда Вот Как вам Показать Вот Здесь Будет Одно Гнездо Висеть Здесь Вот Второе Гнездо Здесь Можно Третье Повесить И Вот Тут Окошки Открываются Там Два Скворечника Можно Повесить То есть Если Здесь Три Пары Мы Повесим Ну Гнезд Пять Четыре Гнезда Повесим Чтоб Одно Запасное Сегодняшний Обзор Подходит Концу Благодарю Всех За Внимание Желаю Удачи Если У кого Есть Какие Хорошие Советы Пишите Пожалуйста В Комментариях Будем Рассматривать Прислушиваться Экспериментировать Всего Доброго До Скорой Встречи И Продолжение Следует